21 век, деревня Шевердиновка, в 15 километрах от областного центра, оказалась отрезанной от жизни, потому что после даже небольшого дождя полноприводный автомобиль не в состоянии проехать сюда. Поехали! Грунтовая дорога, ведущая от железнодорожной станции Зеленево к Шевердиновке, единственный путь, связывающий населенный пункт с миром. Всю жизнь жители сами поддерживали дорогу в должном состоянии. Помимо основной, которую своими силами присыпали щебенкой и строительными отходами в самых критичных местах, были две объездных дороги, проложенных параллельно с основной в поле. Они зарастали травой и в случае сильной непогоды позволяли проехать автомобилистам, не увязнув в раскисшей земле. Сейчас дела обстоят иначе. К деревне ведет всего одна узенькая дорога, оставленная неизвестным земледельцем среди распаханной целины. Дорогу не то, что перепахали, а просто определенные стандарты. Я думаю, не менее пяти, я не специалист, но не менее пяти метров должна быть ширина, чтобы мы разъехались. Я уже дважды попадал, особенно вчера в дождь. Как мне разъехаться? Мне пришлось отъезжать метров, наверное, на 70, а то и на 100 назад, потом сдавать. Даже по более-менее просохшей дороге проезжать сплошное испытание. Ну, я в этой деревне уже давно, у меня отсюда родственники, бабушка и дедушка. Но такого проезда в деревню никогда не было. Было, как проедешь там, сейчас чуть дождик, все уже, по переднеприву на Калини я не могу проехать. Некоторые люди живут здесь с самого рождения. Никогда им не обещали даже немного помочь с дорогой. Всегда справлялись собственными силами. Но с такой бедой столкнулись впервые. Дорог нет у нас. Ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать. И не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. При этом населенный пункт развивается. Жители ездят отсюда в областной центр. Кто-то на работу, кто-то по делам. Конечно, вот эта вот ситуация с дорогой просто возмутительна. Потому что вот у меня дети, мы не можем спокойно проехать в город. Вот, сами знаете, с детьми всякое может случиться. Вот, что еще хочется сказать. Мы здесь намерены жить постоянно. Мы построили здесь дом, у нас здесь есть земля. Мы можем даже здесь открыть малое предпринимательство. То есть деревня развивается. Мы и наши дети намерены здесь жить. А это отношение показывает, как будто нас здесь нет. Двухкилометровый путь после любого дождя оказывается непреодолимым не только для автомобилистов. Дорога после дождя буквально как масло. Ноги буквально вот так вот разъезжаются. Я вот раз вон там упала, пришлось уколоться около платформы, замываться все. При этом проехать сюда, в Шевердиновку, не сможет даже скорая помощь. А учитывая, что здесь постоянно проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми, согласитесь, это немаловажная проблема. Делал мне операцию. Вчера надо было ехать на перевязку, дождик парпаром, проехать нельзя. И что теперь делать? Здесь еще нога болит, я пешком не могу идти. И что делать? Там дорога-то видели какая? Бездумно вспаханное поле и отсутствие дороги возмущают жителей не просто так. Все они помнят, как несколько лет назад загорелся сухостой, и все деревни тушили огонь, не дав ему подобраться к домам. В случае крупного пожара теперь им просто негде будет взять воды. Здесь буквально в 100 метрах от деревни раньше был поворот к противопожарному пруду. Теперь, чтобы попасть к нему, необходимо делать крюк в 3 километра. А иногда бывает дорога каждая секунда. У нас здесь есть пруд. Две деревни принимали участие в его создании, мы с удовольствием им пользовались. Конечно, он еще, кроме такого к детям отношения, что мы можем купаться, ходить, он имеет еще пожарное значение. Сейчас, к этим ни одна машина не может проехать. Пока ни на одно обращение жителей, местные власти никак не отреагировали. Мы попробовали связаться по телефону с главой Рязанского района. Но в приемной Наталье Жуневой уже второй день отвечают, что она на совещаниях.